Здесь все залито канализацией. Она давным-давно отследствовала. Запах уже проник в квартире на первый этаж. Вот, пожалуйста, целая уже неделя ничего не делается. В таких условиях живут люди на улице Чекалова, 32. Прорыв канализации, говорят, жильцы обнаружили 16 января. Сразу же позвонили в аварийную службу и оставили заявку на устранение проблемы. В четверг спускаюсь, нет ничего. Повторная заявка. В воскресенье я просыпаюсь от запаха, я понимаю, что мне можно даже не спускаться. Это уже понятно в том, что никто не приезжает. Не пахнет-то до сих пор. Да, да, но он не будет пахнуть, потому что подвал закрыт, жижу эту никто не откачал. Управляющая компания отреагировала только 21 января. После третьей заявки утверждают жители дома. Приехали мужчины из аварийной службы. Попросил, говорю, это как бы отлично, спасибо, что приехали. Что-то нужно решить с этой жижей. Как-то, не знаю, и выскребать, и вывозить. Ну, конечно же, они мне ответили за то, что они этого делать не будут. Канализацию вроде бы как исправили. Ну, вот как оно капало, так оно и капает, и будет капать, самое интересное. Однако основную утечу Ка все же устранила. Дом обслуживает управляющая компания «Центральная». Они утверждают, что у них прорыв 16-го произошел, а приехали... 15-го числа была заявка, и это ее сделали тут же, в этот же день. А то, что повторно зашло, до кого хоть через день можно засорять. Где правда, остается только гадать. А пока жильцам придется потерпеть зловодный душок. Нет, откачивать там не получится. Делается по инструкции распотребного злора так, что сейчас подсохнет, это все дело. Обработаем 5-процентным настроем гипофлоридов, поставим соответствующий акт. А потом, когда будет погода позволять, если там есть что-то лишнее, труп просто уберется со временем почиститься и вынесет. Пока управляйка составляет такты, проблемы не исчезают, возмущаются жители. И у них уже накопились другие претензии. Уборка в подъездах, она у нас так и продолжается. А точнее, она не убирается. То есть это мы так же своими силами где-то выходим, сами подметаем, убираем, потому что клининговая компания, она не приходит к нам. А дворник у нас вроде как числится. Но как мне рассказали уже старые жильцы данного дома, о том, что зарплата у него очень маленькая. Если относительно зарплаты, он там где-то раз в месяц что-то сделает и что-то не делает, естественно, вот и все. Найдут ли жильцы и управляшка общий язык – вопрос. Эксперты тем временем советуют активно присмотреться к другим УК, более заинтересованным в благополучии их дома. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.